утренний гость звуки чарующие не знаю невероятной нежности в том числе в то же время романтики утром очень даже кстати за я вспомнил сразу какие-то такие зорьки которые будили пионеров в лагерях для пионеров вот ты была в таких была вот у кого какие ассоциации с этим инструментом я думаю что сегодня о нем нужно поговорить побольше и представить нашего гостя с огромным удовольствием это делаем саксофонист художественный руководитель и главный дирижер концертно-духового оркестра муниципального владимир петров доброе утро доброе утро доброе утро володя это вот именно оттуда позывные из детства из детского оздоровительного лагеря но кусочек да то есть основная интонация именно как не помню зорька называется да зорька и называется вот-вот-вот ты был гарниста нет не был я немножко барабанил на горне не сложил вот этот момент подробнее вот ты барабанил в каком классе я сейчас не было на начальной школе как раз пионерские годы я еще застал пионерию и когда горный барабан были самыми яркими пионерскими инструментами вот как трубой не сложилось а вот с барабаном в рамках получалось а как саксофона пришел подобрался саксофон это очень долгая история потому что путь шел через пионерский барабан но это так косвенно через виолончель струнный инструмент с которым я познакомился музыкальной школе а вот с этим красивым за изогнутым другом я стал общаться только музыкальном училище владимир а сколько времени вы проводите вместе с инструментом сколько изогнутым кругом красиво сколько часов в сутки но сейчас не так много как бы ну практически мы не расстаёмся конечно что он всегда со мной в машине сейчас просто и с работой с оркестром я не так много уделяем времени хотя приходится разделять сольная карьера плюс карьера музыканта руководителя оркестра это тенор это альт саксофон альт да тенор чуть побольше чуть более изогнутый так они как-то различаются различаются вообще очень давно в 1841 году хотя это один самых молодых инструментов оркестра антуан жозеф сакс бельгийский мастер изобрел вот это семейство саксофон когда он скрестил бас кларнет с таким штуком немножко видоизменил и в его первоначальной конструкции семейство в семействе конструкции саксофонов было порядка 14 инструментов потом сейчас их осталось 7 потому что самые большие маленькие отфильтровались на основных четыре это сопрано прямой из когда-то видели похоже на кларнет инструмент блестящий это сопрано альт тенор и побольше баритон но самый распространенный на альт альт и тенор два самых таких альт и тенор потому что во первых удобнее держать мне кажется но тут больше даже они более распространены том что сопрано имеет характерный такой тембр баритон он и тяжелее и такой низкий басовик да 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 поэтому больше в ансамблик используется во сколько лет ребенку дают вот такую огромную махину изогнутого друга я долго буду вспоминать если ребенок возьмет саксофон руки он просто упадет назад нет они они даже не бояр какой-нибудь выборный это нормальный инструмент красивый изогнутый инструмент конечно из металла он весит достаточно для ребенка вот честно говоря не скажу статистические данные не помню но как бы рекомендует начинать лет с 9 с 11 зависимости от того насколько ребенок физически развит но допустим вот мой сын взял инструмент сопрано изогнутый в 6 лет и как бы никак не сказал все зависит от того как нагружать его то есть в принципе если ребенок достаточно развит лет 67 уже можно вполне потихонечку начинать освоить саксофон интересно развеешь ты сейчас миф это или не миф я слышал что люди страдающие легкого бронхолегочными заболеваниями им рекомендуют играть на духовых инструментов в том числе на этом инструменте саксофоне вообще это правда я сам не сталкивался со случаем чтобы это излечивалось вообще врачи рекомендуют для того чтобы усилить вентиляцию легкие при некоторых астмах при некоторых таких вот заболеваниях не профессионально но для себя любительски для того что видим усилить вот эту дыхательную практику рекомендуют заниматься на инструментах на духовых не обязательно саксофон да тогда немножечко заглянем в будущее а во сколько лет на пенсию уходят духовики нормально с какого возраста начали и с какого возраста на пенсию потому что насколько мне известно духовики уходят на пенсию пораньше ну тут все зависит как бы официальная пенсия это одно я например на пенсию не собираюсь а вот как бы вообще 20 лет после того как музыкант в духовом оркестре если он или в симфоническом если музыкант духовик отрабатывает 20 лет то есть у него наступает пенсия он конечно не обязательно сразу бросает эту деятельность но формально он начинает получать пенсию потому что профессиональное заболевание у нас как и как бы у пловцов есть инфизема легких то есть расширение потому что постоянная работа на выдох нагрузка на легкие вот поэтому пенсия спать раньше но пенсия чаще всего высказывается вот здесь когда зубы начинают выпадать очень важна челюсти все то что здесь у нас вокруг мышцы тогда уже и когда нет не на чем играть тогда встал на челюсть уже не помогла уже там дополнительные какие-то средства идут и можно и зубы поставить а ну да в принципе так тоже можно все логично все логично да а еще один физиологический вопрос а потом перейдем уже творчество непосредственно ты не проверял себя сколько можешь ну вот вокалисты например есть такие упражнения чтобы дольше тянуть до подносишь какому-нибудь зеркалу там легкий выдох делаешь сколько ты минут секунд часов можешь непрерывно выдавать есть люди которые ныряют под воду и не дышат там все это когда-то студенческий удар да засекал по моему ближе к двум минутам у меня доходил рекорд тут все зависит от плотность потуха на блок флейте можно тянуть там и две с половиной и больше здесь по моему минута с чем-то в минут 50 сейчас честно говоря не помню но около двух минут я помню а есть какой-то рекорд который занесет в книгу ну вообще все эти рекорды достаточно условные они такие больше юмористические чем практически потому что тут это не имеет практической ценности нет вообще есть это есть специальные приемы кстати вопросы сколько можете можно бесконечно есть духовые школы вот особенно сильная чешская из наших вот как бы европейских чешской духовой школы которую позволяет использовать прием перманентного дыхания так по слову помещу бесконечно то есть как бы используется возможности пережатия вот здесь в гортане то есть человек продолжает дуть через нос берет дополнительную порцию воздуха в легкий и вот это сказывается на звуки в худшую сторону но зато можно играть бесконечно ты знаешь вот и открыл сейчас завесу тайны для меня лично потому что я сам лично наблюдал как человек который дышит через нос и я вообще не понимал как это оба давай тем не менее звук и в принципе я как человек может быть не совсем хорошо знаком с этим инструментом разницы ты не заметил практически звукоизвлечения это круто но профессионалы они как бы делать это практически незаметно то есть могут играть в том что всегда есть ограничение по дыханию а тут можно играть бесконечно сразу а вот есть какой-то личный рекорд вот играли концерт на пять часов на морозе а ну с каким-то перерывами с паузами или целый день был какой-то марафон да есть такие примеры интересные фух когда я начинал свою концертную деятельность такую так скажем ну и да это кафешно-уличную то есть если вы сейчас помните напротив мужского монастыря где у нас много заведений бывший кинотеатр родина бывший дом молодежи площадка там было заведение моих друзей и там я играл на часов по пять по шесть день ежевечерний как бы с минимальными перерывами потому что у нас от открою опять же завесу на медных инструментах играть сложнее это труба тромбон туба потому что у них нагрузка идет на мышцы губ у нас чуть полегче потому что основная вибрационная часть вот трость и поэтому часами духовики которые говорят на деревянных духовых инструментах кстати вот не удивляйтесь что инструмент вроде из металла деревянная вот это только маленькая частичка но носится этот инструмент к деревянным духовым инструментом так как и флейта кстати говоря в которой вообще нет дерева у нас за эфиром спрашивали кстати из чего сделан этот красивый изогнутый друг мне кажется что из золота чистого золота по поводу чистого не знаю он бы очень был ломкий я так думаю потому что но золото присутствует обязательно сплаве который немножко влага которыми покрывают на самом деле есть специальные сплавы латунь латунно-медные сплавы которые из которых вот делают все это потому что их специально разработают компании наиболее звучит наиболее яркие помид по тембру по краске инструмент саксофон это живой организм он чувствует чувствует ли настроение когда что как-то вот сегодня день не сдался не стой ноги и звучание может быть другое или наоборот же настроение отличное все здорово скоро отпуск и зарплата и их инструмент просто сияет разными красками рановато ты про отпуск и про зарплату но тем не менее понятен да ясен но вообще как бы помимо физических свойств там температура на улице которая влияет настроение все на самом деле то есть как человек ну вообще многие воспринимают инструмент как часть себя я тоже воспринимаю что как бы это мой такой вот кусок меня потому что мы с ним уже за долгие годы срослись практически и но у нас вера его всякое то есть иногда находится как будто надо рука так скажем быстрее действует тогда мильным то что самое то есть иногда он звучит сразу на дон разыгрывается медленно начала это постепенно я пиртер черка говорят профессионалы принципе который играет на инструментах звучит не инструмент звучит человек в первую очередь такồng что есть бы на одном и том же инструменте разные люди играют и звучат по разному даже сам человек который играет на своем инструменте или д 40 А сколько ты с ним не расстаёшь, с этим конкретным инструментом? С этим уже лет 7-8, я сейчас не помню. 7-8, и всё равно всегда как в первый раз, правда ведь? Да. Поэтому вот этим-то как раз и живые концерты, они и ценные, что там всегда что-то новое, что-то интересное, какие-то краски, и, безусловно... Прелесть живого звука именно в этом и состоит, а особая прелесть джаза в том, что там раз от раза всё по-разному. Вот смотри, джаз — это импровизация, прежде всего. Но сейчас есть определённые джазовые стандарты, на которых люди учатся, привыкают к этой импровизации, а кто-то, наверное, в большей степени осваивает, кто-то в меньшей. Но по большому счёту сама такая вот, если можно так сказать, классическая джазовая музыка, она не для каждого ясна. Как прийти к пониманию именно вот этого жанра? Ну, на самом деле джаз тоже очень многолик, потому что вот только вчера разговаривали с нашими гостями из штата Юта, у нас приехал джазовый ансамбль, профессуры американского университета. И как раз вот там с саксофонистом мы рассуждали, он говорит, очень разное направление, и, допустим, даже звучание инструмента, потому что вот эта штука меняется. Есть специальные для джаза более яркие, есть более такие академические по звучанию для классической музыки. И в джазе тоже есть много направлений. Есть свинг, есть, допустим, бип-боп. Вот у тебя инструмент, у тебя есть челюсть. А еще вижу пока что замечательно красивую улыбку. И импровизация. Ну, начнем, грубо говоря, архаический джаз дикселент. Наиболее известная, наверное, тема вам будет. И так далее. Хеллоу долли. То есть, как бы, это чуть более позднее, но в манере дикселента. Свинг – это такое, как бы, исходя из названия, это раскачивание такое. Ну, самое он. Четаного. И так далее. Вот это свинг. Бип-боп – это Чарли Паркер. Это очень быстрая музыка технично. Это один из моих, как бы, вот, героев именно в джазе. Потому что он в 40-е годы делал то, что многие сейчас не могут, как бы, повторить. Современные, допустим, течения – смуз джаз. Это наиболее легкие для восприятия. Такая приятная, такая лаунж-музыка. Я даже не знаю, что с чем. Ну, из лаунжа все привычнее всем, наверное, до боли знакомая – Кэнди Далфер. А можете исполнить какую-нибудь самую любимую, самую популярную, композицию, которую исполняют на саксофоне. Всем известную. Вот она номер один. Композиция номер один. А я думаю, ты сейчас коленку-маленькую закажешь в разных стилях – в джазе, в пуп-фанке и так далее, и тому подобное. Ну, самое известное… Ну, по полосу саксофона не знаю, но, наверное, сразу всех ассоцируется с джазом. Это… Ну… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok фильм «Стиляги», я сейчас вспомнила, где такая музыка была превосходная, наш русский фильм, поэтому, ой, захотелось пересмотреть, еще раз слушать и слушать много-много раз. И я уверена, что вы тоже будете продолжать слушать вместе с нами эти чарующие звуки саксофона. Оставайтесь вместе с нами, будильники, шоу «Доброе утро». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Утренний гость» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброго бодрого утра! Желаем и вам всем! Это «Будильники шоу Анголицына», я Максим Попов и Владимир Петров у нас в студии. Аль, скажи, все регалии, которые оплатает у нас гость наш? Музыкант, саксофонист, художественный руководитель и главный дирижер муниципального концертно-духового оркестра представила корабль, лето, морской бриз и что-то такое романтичное. Ой, мне кажется, каждый человек может под эти звуки представить все, что угодно, но романтика действительно за край. А вот прямо сейчас хочу задать вопрос про дирижерскую деятельность. Как пришел к этому? Это же все-таки немного разные вещи. Не каждый музыкант может, мне кажется, как, может быть, ты сейчас развеешь? Моя мысль. Не каждый музыкант может дирижировать, тем более, оркестром и вообще руководить ансамблем, собирать вокруг себя людей. Ну, на самом деле, не всем, видимо, дано или не все хотят заниматься этим. Потому что есть просто музыканты, отличные исполнители, которые просто играют. Исполнители и этим все же разно. Да, а есть люди, которых, видимо, есть люди, кого, вот, есть музыканты, которые еще и сочиняют музыку. Есть те, которые руководят, у кого просто тяга к созданию каких-то коллективов. У меня, видимо, это все проснулось достаточно рано, потому что первый свой коллектив, именно же профессиональный, я собрал в музыкальное училище. Хотя до того, как я поступил в музыкальное училище, в школе был ансамбль. Конечно, спасибо моему учителю музыки, потому что по его инициативе, кстати, про пионеров это было, первая песня, которую мы сыграли, была патриотическая, «Сигнальчики гарнисты». Смотришь сейчас? Честно говоря, мелодию даже не помню, потому что тогда еще это все было достаточно примитивно просто. Тем не менее, уже на втором курсе музыкального училища я собрал свой первый бэнд. Здорово. Совершенно не зная тогда джаза, потому что академическая все-таки школа у нас в музыкальном училище была, эстрадное дело не появилось позже. Вот я нашел на складе там саксофон, вручил своему другу кларантисту, говорю, «Олег, надо играть». Представляете, он сейчас руководит биг-бендом в Башкирии. Партия сказала. Вот. И как бы первый бэнд, как бы, ну, достаточно, наверное, может быть убогий по меркам тогда, своего взгляда сейчас. Но, тем не менее, это были саксофоны, трубы, тромбоны, барабаны, бас-гитары не было, была туба. То есть, вот такие вот первые коллективы тогда. И как-то потом это все более-менее, то есть, разные составы, разные коллективы, в зависимости от того, где я учился, где я работал. Потому что в Казанской консерватории я собрал квартет, ну, иногда квинтет саксофонов. То есть, тяга была какая-то не только играть самому, но еще и играть в каком-то ансамбле. И по стоку... Я бы с удовольствием играл просто как музыкант, но кто-то должен вести за собой всех. И немножко пинать, потому что за неимением никого другого пришлось брать на себя эту функцию. Ну, всегда делал аранжировки, то есть, переложение, допустим, одной музыки под конкретный состав. Вот потом, опять же, приезжая, вернувшись сюда в Чуваксары после Казани, были эксперименты с нашими местными рокерами, так скажем. Вот в рок, где я был просто как музыкант, я там не был лидером, но как приглашенный музыкант, инструменталист. Потом, в школе, где я преподавал, я собрал замечательный ансамбль «Дивертисмент». Такой нетипичный состав, где у нас была бас-балалайка, две скрипки, гитара и саксофон. Ну, в общем, такой экстравагантный. Примучая смесь. Да, но очень... Экстраваганно. Да, немножко вокал как бы вот. Разный. А когда мне предложили, потому что я много играл в оркестрах, и в симфоническом в Казани очень много, я перебывал всю саксофоновую программу. И здесь, и когда предложили возглавить оркестр наш, муниципальный, я не очень долго думал. В принципе, все-таки, наверное, это мое. А как вообще реагировали зрители, ну вот девчонки в первую очередь? Потому что по гитаристам они сходят с ума, это точно. Когда особенно душа компании, все вокруг собираются. Как вот с саксофонистом дела обстоят, обстояли и будут обстоять? Как реагируют женские? Ну, ты знаешь, все-таки саксофон у всех ассоциируется с романтикой и все. Поэтому саксофонисты, они на особом счету у девушек. Я не зря спросила, потому что, ну, это романтика, правда. И ты как-то влюбляешься одновременно, не знаю, то ли в инструмент, то ли в музыку, то ли в самого музыканта. Давай докажем делу, что-нибудь романтичное нам исполни, пожалуйста. Для всех девушек. Интересно, для девушек? Ну, давай. Музыка Там в конце добивается так. Очень классная песня. Очарованно, околдовываю. Очарованно, околдовываю. Это я тебя должен сейчас спросить. Очаровывается и околдовывается, видимо, звуками саксофона. Ну, правда. Хотя любой инструмент музыкальный в руках умелого музыканта. Тут гитара также и саксофон, мне кажется. Да хоть рояль, что-то тот же самый. И бубен. Если сыграть очень романтично, он воздействует очень. Да, колокольчик. Романтично можно как-то сыграть? Есть их несколько. Да. Интересно, очень интересно. А вот взрослый человек, который, ну, может, обладает какой-то музыкальной грамотностью базовой, может ли взять в руки саксофон и научиться на нем играть? Если, допустим, у него за спиной фортепиано. Скажу больше. Даже если человек не имел музыкального опыта, может быть, три аккорда на гитаре, да, в принципе, и без них, если есть огромное желание, то со взрослым даже в некоторой степени легче. Им проще объяснить физиологические особенности звукоизвлечения. И если есть желание и инструмент под рукой доступный, то, как бы, ничего сверхсложного на любительском уровне. Как бы, были несколько случаев, когда у людей просто этот инструмент ложился. То есть взрослый человек берет этот инструмент, и практически с первого раза он у него звучит почти. То есть оставит немножко подправить. Что называется? Инструмент лег. А много желающих? Ну, вообще, ну, наверное, чуть меньше, чем на гитаре, но саксофон любят, и людям нравится на нем заниматься. По крайней мере, фраза такая звучит у всех. Часто после концертов люди подходят и говорят, вот я в детстве прям... Любимый инструмент саксофона, всегда так хотел научиться заниматься, вот, как бы, поиграть на нем. Ну, не сложилось. Давай тогда честно. У тебя два сына. Да. Оба играют на саксофоне. Старший играет на саксофоне, младший на флейте. Отлично. Вот в шесть лет саксофон сам взял, или все-таки ты ему сказал, на, возьми? Детали не помню, но как-то просто нет. Я считаю, что музыкальная школа должна быть у каждого ребенка. Неважно, какой-то инструмент, фортепиано, гитара, баян, ударные. Но музыкальное развитие, минимальное музыкальное развитие, оно очень расширяет горизонты. То есть, это всегда помощь в будущем. Потому что, как бы, с тут весна, студенческие годы, опять же, если это парень... Душа компании. Сыграть девушке, да. В походе сыграть на гитаре. В армии. Да. То есть, как бы, музыка, она всегда нас сопровождает. И знать какие-то ее базовые постулаты, я считаю, что нужно каждому. Но в итоге, сын-то вот сейчас играет уже, не говорит, папа, зачем ты мне всунул этого друга своего красивого? Сейчас, в данный момент, как бы, уже он закончил музыкальную школу. Профессионально мы с ним что-то не надумали идти по музыке. Но когда нужно, он занимается сам. Сейчас я ему могу рекомендовать. И не настаиваю, говорю, вот, посмотри вот на эту вещь. Посмотри, тем более сейчас с возможностями интернета. Сейчас вообще раскрыли себе горизонты. Он может сам себе выбирать музыку. Ноты можно. Ноты я ему помогаю. Но, как бы, он занимается во многом сам. То есть, как бы, я не стою на душе, тебе нужно выучить вот это. И все. Он выбирает себе произведение и сам его разучивает. Мы потом уже немножко его, как бы, филируем. Чтобы добиться действительно большого профессионализма в игре на саксофоне, сколько часов в день должен человек заниматься? Все зависит уже от стажа и опыта. Да, потому что, когда человек начинает, по первоначалу, чтобы, как бы, мышцы очень устают. Любые мышцы, они начинают немножко болеть. И все. Это 15 минут до полчаса для начинающих. Будучи студентами, как бы, в музыкальной школе 2-3 часа в день нужно заниматься. Когда мы, извините, перебью, когда мы учились в музыкальном училище, мы, как у станка, по 8-10 часов в сутки. Ну, значит, то есть, как с пианистами, в принципе, дела остались. То есть, для того, чтобы достичь каких-то высот, и причем, желательно, в молодом возрасте, нужно пахать, как у станка, как в тренажерном зале, все эти спортсмены. Потому что иначе успеха не будет. А я вот по сложности хотела задать вопрос. Какой инструмент является самым трудным, да, в исполнении, учиться какому владению инструмента сложнее? И к какой категории относится саксофон? Вот средний или там повышенные сложности? Разделяется ли как-то это? Ну, я знаю, потому что фортепиано – это, ну, достаточно легкий инструмент. И гитара. На самом деле, понятия легкости и сложности, они достаточно условны. С точки зрения физических, допустим, большие инструменты, потому что тяжело продуть тубу. Нужны определенные физические показатели или баритон, саксофон. Сложно играть на скрипке, допустим. Я как велончелист знаю, что как бы это нужно, во-первых, хороший слух изначально. И пальцы, бобо, поначалу я помню до сих пор, как у меня болели пальцы, как мне их немножко так для правильной постановки, так скажем, достаточно жестко их поправляли и все прочее. С точки зрения, вот на мой взгляд, как профессиональный музыкант, это все очень относительно. Любой инструмент, с одной стороны, легкий, если извлечь на нем, там, 5-7 звуков, какую-нибудь простенькую мелодию. И очень сложно, если выходить на высоты, так скажем, международного уровня. То есть любой инструмент требует очень кропотливых занятий. Потому что профессиональные музыканты высочайшего уровня даже, как, допустим, Рихтер, не знаю, там, Ойстрах, великие наши музыканты российские, они занимались, продолжали заниматься. Многочасовые рептицы у них были, несмотря на то, что они могли позволить себе вообще... Ну, для того, чтобы ограничиться концертными выступлениями. Да, держать, чтобы себя в обойме, любой профессиональный музыкант, и пианист, например, я знаю, 4 часа в день все равно сидит и занимается. Ну, вот как говорили в свое время педагоги, именно духовики, если я не позанимался день, это замечу я. Если я не позанимался два, это заметят мои коллеги. Если я не позанимаюсь чуть больше, это будет заметно всем. Так же и танцоров. Все творческие специальности, мне кажется, в этом смысле схожи. Они требуют ежедневной пахоты. Требуют ежедневной пахоты. Все, мне кажется, облегчается только желанием это делать. Вот когда ты, либо ты влюбишься, ну, можно сказать более аллегорично, если ты влюбишь в себя инструмент, то тогда гораздо легче с ним справляться. Ну, и ни одно мероприятие нашего города, ни один концерт не обходится без выступления оркестры. И, конечно же, вас с этим замечательным инструментом. Самые яркие, самые запоминающиеся вот эти моменты нашего города, нашей республики. Вот что запомнилось? Где было настолько гордое, красочное, интересно выступать? Может быть, что-то, какой-то интересный случай вспомните? Ну, вообще, самое интересное, наверное, ну, я не знаю, всегда интересно выезжать куда-то. Потому что последние наши выезды, тем более у нас, я думаю, многие зрители видели наши шикарные костюмы гусарские с символикой нашего любимого города. То есть мы являемся лицом нашего города не только в Чувашии и в Чебоксарах, но мы выезжаем и представляем наш город. Допустим, очень всегда нравится, то есть последний фестиваль фанфара Казани этого года, он был международный, потому что там были гости из Турции, из Казахстана. Мы всегда ярким пятном там выступаем, потому что мы белые, яркие и с символикой гусарских костюмах. Там поражает, когда, допустим, порядка 500-600 человек музыкантов, сводный оркестр одновременно звучит. Это просто пробирает до костей не только зрителей, которые слушают, а даже сами музыканты, стоя, чувствуешь немножко какое-то... И вот как ни парадоксально, все-таки самое лучшее, даже исполняя сводным оркестром музыку, самые яркие эмоции переживаешь, когда исполняется наша отечественная музыка. То есть славься, Глинки, гимн России. Это безумный какой-то патриотизм до слез. Это даже не патриотизм, это как что-то вот встает, поднимается в душе и мурашки по коже, потому что когда все музыканты в едином порыве исполняют эту музыку, прям пробирают. Так пусть же сейчас будут мурашки по коже, и у нас, и у всех телезрителей что-то такое яркое. КОНЕЦ Есть только миг здесь и сейчас. Ловите его и никуда не отпускайте, ведь он больше не повторится. Главное, что он жизнь, и я думаю, что именно эти звуки являются жизнью не только для наших телезрителей и для нашего гостя, безусловно. В гостях у нас Владимир Петров, саксофонист, профессиональный музыкант, дирижер и куча-куча всяких разных еще эпитетов можно придумать. И наш хороший друг, огромное спасибо за это яркое музыкальное утро. Спасибо.